что-то в этом году я в походы не хожу пока хотя бы здесь сейчас овощей порежу попробую об этом хотел поговорить как какой нож себя проявляет опять же я тут помидоры огурцы взял удаватель 111 долгое время у меня был пикникер его потом потерял но лет 10 не входил разные места и его длина на одного человека именно по клину мне достаточно режет отлично здесь все ножи представлены принципе очень хорошем состоянии за . хорошая вот так вот я режу значит помидоры все критикуют очень грубо ну что мне понравилось ребят спуски все замечательно то есть очень так можно филигранные делать резы фигурные и точные длины вполне достаточно и обратите внимание вот сюда многие заметили же шоу рамы здесь абсолютно разные для хвата здесь она более анатомично и крупная это плюс то есть не только длина клина но и размер форма самой рукояти и опять же зависит от количества рядов внутри да вот два ряда я думаю это идеальный баланс будут вопросов никаких нет все отлично постругать тоже тут смысле почистить картошечку все нормально форма адекватная привычная кухонная форма ну я так обрывками дашу голову взбредет и делал ладно короче лохмотья все эти сейчас высыпаем и берем другой нож возьмем все таки 91 сейчас по зубам ли ему и сразу мы видим что здесь эта часть рамы это многопредметно здесь она вылазит нам боком в прямом смысле то есть раз и все вот ребят этот пример то есть клин идет не с центра а сбоку и вот в этом смысле кроме того что он так меньше чем здесь еще и ограничивает нас рама столько вот так поэтому придется по периметру вот так вот обходить его не не всегда будет удобно особенно если надо сделать это длительную работу для одного человека да конечно можно выйти из этой ситуации просто потратив больше времени но тут все понятно клин такой же по своей геометрии ну а почистить тоже здесь ребята еще раз напоминаю тут 6 рядов здесь 2 и хват тоже проблем все-таки хочется чтобы клин и это . контакта с продуктом она более была собрана то есть ближе ближе к центру управления а центр управления за счет широкой рамы у нас он расфокусируется то есть и теряется к этому что ли эффективность точность с немножечко раскоординирует это дело все акцент на многопредметность на пассатижи на опять же вот пила напилик в девяносто первом тоже получается их эффективность особенно пилы больше видно в длинных ножах вот здесь довольно таки короткая и опять же тот момент с рамой он тоже будет ограничивать то есть тоже будет это где-то упираться и все вылазить поэтому с одной стороны мы получаем все с другой стороны как обычно ничего мы не получаем толком да вот на сто процентов и клин здесь короткий рама его ограничивает и пилы здесь полной степени ощутить их зубы хорошие эффективность нельзя ну и давайте теперь снова лохмотья домой и 130 теперь или давайте вот этот вот это давайте попробуем здесь конечно же акцент не на такие вещи но мы видим вот упомянутые проблемы 91 здесь в принципе отсутствуют да хотя инструментов много получается то есть тут мы можем и почистить более точно потому что клин не так далеко как было тогда и привычное для нас ощущение кухонного хвата и близкого основания клина выходящего вот с привычного места с рейтер отлично режет помидорчики да тоже она бьется конечно это рама но а в некоторых то мультитулах вообще идиотизм вот так вот сделано допустим лезерман ребер мой то есть там когда начинаешь резать это ступень здесь в этом смысле все продумано и намного лучше замечательно режет все прекрасно основной клин сейчас достану прекрасно ребята вот этим очень точно очень приятно работать не не зря я его брал в карпаты всем советую конечно стоит чуть подороже но он лишен некоторых с одной стороны недостатков уязвимых там плашек этих линии накладок пластиковых с другой стороны они же являются и местилищем разных полезных мелких ништяков до пинцета и так далее ну тут тоже можно что-то думаю придумать управлять им закрывать открывать закрывать можно одной рукой открывать ну если там это необходимо тоже можно как-то попробовать взять уцепиться да ну вы понимаете конечно это небезопасно что-то отпереть там и кое-как достать его можно вот 91 уже в овощах лежит ну вот такая разница то есть мы видим насколько этот нож больше и по своей рукояти и по клину вогнутые как будто спуски даже здесь большой нож большая рукоять сколько остается места еще тоже есть тут и пинцет и зубочистка ну вот ребят мы видим на взять час и сравним насколько это вот разные возможности не хочется то есть вот начиная 101 отставала 130 не хочется прекращать ну и понравилось мне на спириттуле тоже работать а вот здесь немножечко друзья есть минус то есть может быть это с непривычки вот этот подъем он для меня пока не так удобен то есть приходится держать палец выше что как-то растягивает и немножечко ухудшает управление мне так кажется неудобно как-то скорее знаете с такими длинными клинами я думаю это касается и управления пинелями или какими-то похожими куду колстил приходится просто смещаться да как многие на кухне наверное делают по неименю более удобного варианта вот так вот сближаются и просто опираясь уже на обувь клина начинают чистить половина ладони у тебя используется на удержание довольно таки большого ножа то есть приходится тоже отвлекаться на это он довольно тяжелый еще раз говорю 23 ряда а все равно тяжелый и даже вот баланс еще попробуй сохранить да не всегда держишь нож крепко то есть вот это вот рукоять хвост и он тянет вниз для повседневных с акцентом и кулинарной задачи даже для группы вполне может хватить вот этого ножа 111 спирит тоже считаю отлично себя показал 91 не будем обижать многие любят этот нож и конечно я привел пример такой помидор взял все остальные может продукты ну колбасу порезать можно и classic sd поэтому ребят посмотрите такая прелесть просто я кончиком насколько еще запас комфортный до такой премиум нож здесь и оформление его внешне очень красиво какой спортивный имеет вид контрастные желтый яркий конечно желтый наверное этот вариант в траве самый заметный будет случае потери быстро вернется нож к своему хозяину все ребят на этом буду закругляться надеюсь вам понравилось ставьте лайки пишите в комментарии какие для вас ножи по продуктам самые эффективные путешествий ну естественно мы учитываем вес да ну и ты тоже такую саблю так я по приколу показал но брать с собой до для продуктов в опять же если вы заранее знаете что или есть возможность до выбирать то конечно же можно взять с собой там для разделки что-то большого заведомо такую нож например вот ребят надеюсь за мотивирую вас выйти на природу сделать шашлычок сходить на речку на море поехать океан всем большое спасибо за лайки и комментарии постоянным подписчикам новым гостям всем пока